Дорогие друзья, мне очень приятно снова быть в своей церкви. Мне очень приятно, что, не зря на то, где я нахожусь, у меня всегда есть люди, с которыми приятно есть единство, общение. Есть одна цель, это Иисус Христос, с которым мы вместе служим, трудимся. Куда мы все вместе стремимся? Многие знают, что последние несколько месяцев я со своей женой, семьей, жили на Сахалине. И когда с этой церкви мы думали первое время пожить на Сахалине, кажется, в первое впечатление, это же так далеко, это же край света, ну так кто знает где. Но когда садишься в самолет, не проходите двух часов, как ты уже в другом месте, уже остров Сахалин, и кажется, это так далеко. Оказывается, земля такая маленькая наша, она маленькая, крупненькая. И буквально там и два часа не прошло, и ты уже там. Это то же самое, даже может быть, такое же время, как местные, не знаю, отсюда, например, проехать до бурей, или еще какое-то. Что туда проехать, что на Сахалинце? Насколько все оказалось, все рядом. И мы бывают думаем, что россияне такие далекие. Оказывается, они не такие далекие. Бывает наоборот, кажется, россияне тут недалеко. А когда начинаешь идти, они такие далекие. И расстояние настолько варьируется. И мы бываем видимые россияне, нам порой сложно сориентироваться и представить это как-то далеко, либо как-то близко. Я хотел бы поговорить с вами об одной такой маленькой теме, как расстояние до нашего Бога. Интересно, что расстояние, оно же не имеется как константа, что вот одинаковое и все. Оно всегда меняется. Интересно, что расстояние до Бога тоже наше меняется. Я хочу прочитать несколько стихов. Первый отрывок я прочитаю из книги, второе, правильный поминон, 15 главы, первые четыре стиха. Тогда на Азарию сына отедого сошел Дух Божий. И вышел навстречу Аси и сказал ему, послушайте меня, Аса и весь Иудя Ивнемин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же останете его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилю, и взыщет его, он даст им найти себя. И другое место, одни стихи, даже, вернее, вторая половина стиха. Филипицам четвертая глава, пятый стих. Вторая часть стиха. Филипицам четвертая глава, пятый стих. Господь близко. Расстояние всегда делится на видимые расстояния и невидимые. То, что расстояние с Богом нашим, это относится к категории невидимых. Мы не можем как-то зрительно измерить это расстояние, увидеть, вот, тот ближе, тот дальше, и как-то зрительно. Это нам тяжело, потому что это не материальное расстояние. Другие расстояния видимые, это материальные, которые мы можем как-то менять, видим, как-то можем как-то прогнозировать, как-то определять. Ну, вот, например, если я возьму, я понимаю, что вот до этих мальчиков мне намного ближе расстояние, чем, например, до этих девочек. Расстояние видимые, они либо так, либо так, все равно можно сконцентрироваться и представить, какое это расстояние. Как-то преодолеть его можно, нельзя, как-то, в общем, спланировать. Бывает такое, что расстояние, видимо, оно тоже меняется, и нам бывает сложно сконцентрироваться, потому что, видимо, расстояние, когда две точки находятся в движении, нам сложно сконцентрироваться. Я помню, вспомнил, когда-то ехал с одним другом на автомобиле по трассе на большой скорости, так получилось, что он хоть был и опытный водитель, но превысил скорость. И по трассе съезжаем, съезжаем такого бугорка, и тут мы видим на обочине одна машина стоит с определенными значками. Рядом возле нее определенный человек в форме стоит, в руке у нее какой-то виде палочки, все понимают, о чем идет речь. И эта палочка протягивается к нам, как будто бы хочет поздороваться, и, ну, в общем, как будто приветствует такой жесть. И все мы понимаем, что надо в этой ситуации делать. Но вместо того, чтобы остановиться этот водитель, с которым я ехал, он поступил по-другому, и он не специально попутал педали, а не случайно попутал педали, а специально нажал не педаль тормоза, а педаль газа. И потом мы смотрели, как в заднее зеркало ехала за нами одна машина с такими-то меряющими маячками. И я видел, как расстояние меняется. Это было интересно смотреть за этим. Сердце прямо стучит очень чувствительно. И мы смотрим, как это расстояние меняется. Оно то увеличилось, то уменьшалось, потом опять начало увеличиваться. И так было про нас любопытно смотреть, и прямо ощущение оторвало. Не было никакого там безинтереса. Все с интересом наблюдали на зеркалах заднего вида, как это расстояние уменьшается либо увеличивается. Все переживали об этом. Это видимое расстояние, оно либо уменьшается, либо увеличивается. И бывает сложно найти. Я помню, в одном из судейских поморов был сотрудником, и один из моих ребят, с которым я следил, он был в такой неприятной одежде, в такой грязной. Я ему хотел, я его догнал, сказал, чтобы он пошел переоделся. Он вырвался и побежал. Я понимаю, что это некрасиво, если он будет в грязной одежде ходить. Я начинаю за ним идти, он начинает убегать. Вот это расстояние, то ближе, то дальше, то ближе. И потом уже настолько близко было, я его привел в комнату, ты должен переодеться. И как только я отвернулся, он сообразил, что открыто окно, и тут расстояние опять стало очень длинное. Видимое расстояние тоже бывает сложно сконцентрировать и как-то определить, оно то дальше, то ближе, и сложно. А представьте себе невидимое расстояние, которое мы не видим, но, может быть, какие-то ощущения мы можем чувствовать. Насколько сложно иметь понимание в расстоянии, особенно, когда речь идет до невидимого. Расстояние до нашего Бога, оно тоже оказывается непостоянное. Оно тоже оказывается меняется. И хоть мы понимаем, что Бог по своему божественному месяцу, он вездесущий, он находится везде, но, между прочим, происходит какой-то непонятный феномен, что он и везде, но расстояние до него то далеко, то близко, и ты думаешь, а как это происходит? Оказывается, действительно, находясь в одном помещении, два человека когда сидят, к одному Бог близко, а другому Бог далеко. И как это определить? И как это увидеть? И что с этим дальше делать? Я помню, вспомниленно на собрании, там, выходит мой друг в конце сознания вперед, падает на колени и кричит, Господи, почему ты так далеко? Почему я сколько лет служу тебе? Почему я тебя не вижу? Почему ты так далеко от меня? Почему я тебя не чувствую? А я думаю, он верующий человек, он трудится для Бога, у него есть способности, а он говорит, что Бог для него далеко. Я думаю, а как это? Бог одним близко, а другим далеко? Действительно, так и есть. Мы сейчас прочитали несколько отрывков, там, написано, что если обратитесь с Богом, и Бог обратится, и расстояние будет сближаться, а если человек уходит от Бога, расстояние увеличивается. И мы порой думаем, что расстояние это из-за Бога, Бог нас отворачивается, и по вине нашего Бога расстояние увеличивается. а здесь не так. Бог всегда хочет приблизиться. И если вдруг у кого-то расстояние увеличится от Бога, то виновниками становимся мы сами, потому что мы отворачиваемся. В Библии много мест, где показано, что мы являемся теми, которые увеличат расстояние. Вторая книга проявляем, то, что мы здесь прочитали, это тоже здесь отрывает. Говорит, Бог с вами, когда вы с ним. Потом, например, Исаия, книга, 59 глава, 2 стих, написано, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Беззаконие ваши. Не Бог захотел и отвернулся просто так. Вы ищите, ищите, а я просто не хочу и не буду с вами общаться, я просто отвернулся. Беззаконие ваши, мы являемся виновниками. И таких много можно мест приводить Господь с вами, когда близким, Господь близко, призывайте его, когда он близко, когда он далеко. Ищите Бога, когда можно найти его. И много можно местность Библии перечислять, 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 где показано, что мы по своей вине становимся виновниками большого расстояния нашего Небесного Отца. Это сложно сконцентрировать, это сложно увидеть, это сложно как-то спрогнозировать, какое расстояние. Это нужно чувствовать каждому человеку. И бывает, мы думаем, почему так Бог не отвечает на моей молитве. Почему это такой обычный, почему мне так скучно присяться, почему неинтересно, почему я вроде верующий человек, а до меня так неинтересно в церковь ходить. Почему как-то Бог, вроде он есть, но как будто настолько он далеко. Я прихожу в церковь, вроде бы, я пою, вроде я как молюсь, но Бог настолько далеко. А когда мы с ним к нему пытались приблизиться? Когда мы с Нему по своей собственной инициативе захотели приблизиться к Богу? Когда никогда какая-то суета, когда мы выделили время для того, чтобы просто приблизиться к Богу, чтобы без суеты, без спешки встать на колени и просто сесть почитать в Библию, просто приблизиться. И Бог говорит, когда вы ко мне идете, я к вам тоже иду. Когда мы соединяемся с Богом, Бог сразу же приходит на встречу. И тогда по нашей опять-таки инициативе расстояние это уменьшается и Бог становится настолько рядом, настолько близко. Я помню тоже в своей жизни тот момент, когда я по своей суете настолько закрутился и там, и там, и потом в служении много нужно было решать, и мне не было времени, чтобы приблизиться от всей суеты, просто приблизиться к Богу. Я прихожу на собрание, чтобы одно, другую, третье, там все вижу в голове, идет собрание, и я понимаю, что вроде служение идет, а я нахожусь настолько далеко от Бога. Бог здесь, мы помолились, все, все вероще, все так прекрасно, все торжественно, а я сижу на одной лавочке с другими, кому близко к Богу, а мне далеко. И думаю, почему так? Я так расстроился, думаю, господи, я не хочу этого, я хочу приблизиться к тебе, сделать что-нибудь, я хочу к тебе, помоги мне приблизиться. Я помню приблизиться за счет несколько слов, когда я выделил время со своего сознания, чтобы посмотреть на себя со стороны. Это было просто обычное общее пение, обычная песня. Там, где в конце были слова «Я не оставлю, я люблю тебя». И мне настолько это тронуло. Какие-то несколько слов, когда я специально выделился от всей суеты, от всей спешки, просто, чтобы приблизиться к Богу. И настолько сразу стало приятным, и я почувствовал это близкое расстояние с Богом. Дорогие друзья, у нас у каждого есть расстояние до Бога. У кого-то может быть близко, у кого-то может быть далеко, кто-то может быть сидит, верующий с детства, ходит в церковь, а он не чувствует Бога вообще абсолютно, он думает, что да, Бог есть, но чтобы рядом его чувствовать, он не чувствует. А кто-то, может быть, только недавно столкнулся с Богом, и он чувствует его так близко, так дорого, как будто он совсем рядом стоит, и что-то говорит, ему так приятно, и он никуда не хочет от этого места уходить. Пусть Бог был совет каждому из нас, чтобы мы всегда сходили за своим расстоянием, чувствовали его, научились его видеть это невидимое расстояние, чтобы мы всегда сходили за тем, чтобы наше расстояние до нашего небесного Отца оно уменьшалось, 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 чтобы мы были настолько близко, как родной сын и родной отец, который находится рядом. Пусть Бог было нас видно в своем. Давайте сейчас помните об этом. Аминь.